Здравствуйте! Мы находимся в святом для каждого православного человека месте. Это село Гаденово. Ровно 600 лет назад, поблизости, на Сахозском болоте был обретен чудотворный, животворящий крест Господен. И сейчас здесь готовятся к большому празднику. Пятиглавая церковь с шатровой колокольней была построена в 1794 году. Главный престол осветили во имя святителя Иоанна Златоуста. Предел – в честь боголюбской иконы Божией Матери. Златоустовский приход был большим. В конце XIX века в него входило шесть деревень. Здесь в разное время года совершались 12 крестных ходов в память о помощи Божией при разных бедствиях. Златоустовская церковь ни разу не закрывалась. Ни революции, ни войны словно не коснулись ее. Все эти годы там бережно сохраняли старинные росписи начала XIX века и иконостат с того же времени. Левый предел церкви освящен в честь боголюбской иконы Божией Матери. Там в Незгораевом Киоте выставлено всеобщее обозрение крест Животворящий. Этот крест был тайно ночью перенесен в церковь Иоанна Златоуста в 1933 году из креста Воздвиженской церкви Никольского погоста. И с тех пор его стали называть Гаденовским. На наших глазах происходит не просто изменение, а происходит чудесное преображение, я бы сказала, этого места. Чем оно в основном выражается? Выражается, во-первых, вниманием народа к этой святыне. Это самое большое и радостное событие, когда люди находят для себя крест. Что такое крест для нашего сознания? Крест – это центр нашей веры, центр нашего исповедания, центр нашего признания как народа, народа богоносца. Для всеобщего поклонения он был закрыт до 1997 года. А уже в конце 20 века этот храм стал подворьем Никольского монастыря, что в Переславле-Залесском. По сути, это второе явление распятия. В это время, вообще это время считается такого расцвета Руси. С одной стороны, угасание Византии, с другой стороны, такое возгорание, духовное возгорание Руси. Смотрите, в конце 14 века замечательная, совершенно уникальная победа Дмитрия Донского среди воинских искусств. Это одно из высочайших достижений до сих пор считается. Далее, безусловно, такое духоносное время в лице Сергия Радонежского, безусловно, в искусстве, в иконописи Андрея Рублева. То есть достижения необыкновенные. Вот это явление креста именно к нашему времени, наверное, все как в одном, в один узел все завязывается. Наверное, здесь есть, наверное, какие-то здесь выходы именно по этому пути. И, конечно, нам трудно это догадаться, определиться, но мы все равно делаем какие-то предположения тайного креста, пытаемся как-то разгадать, хотя бы чуть-чуточку приблизить ее. Чтобы поклониться ему в Гаденово все время едут паломники, а в Свято-Никольском монастыре Переславля-Залесков тщательно фиксируют все чудеса, происходящие по молитве, обращенные к древнему распятию. Паломники из Белоруссии приехали посетить ваши памятные места. Идем крестным ходом, великорецкий знаменитый крестный ход, который уже ходит 800 лет, 650 лет. И вот все молимся за нашу Белоруссию, за вашу Россию, чтобы вы соединились, да и за Украину тоже, чтобы были единым государством и прославили Христа Бога нашего. Территория вокруг храма преображается активно. Аллея, ведущая к памятнику императора Константина и его матери Елены, будет украшена баннерами – проповедь с помощью плакатов. С таким большим творческим коллективом по благословению игуменей в столе мы все собрались и, собственно говоря, сделали очень интересную линию художественную, которая прослеживается от Константина и Великого императора до Гаденовской Софии. Это будет отражено как раз во всем экспозиционном ряде. Эту работу мы сделали с девочками из колледжа номер 14, которые активно помогают матушке уже не в одном проекте. Поэтому вместе с ними, будущими специалистами, которые дизайнеры и понимают некоторые тонкости во вкусе, мы сделали хорошую такую, наверное, хорошую, которая будет оценена людьми по достоинству. Вокруг храма скульптуры. Памятник августейшему семейству появился здесь в год 595-летия обретения креста и столетия их мученической кончины. За памятником аллея из баннеров, рассказывающая о жизни и подвиге страстотерпцев. 24 конструкции. Портреты установлены и на трассе ведущих Гаденова. Автор композиции Сергей Бычков. Искусство скульптуры считает автор ближе всего к поэзии и музыке. Важно создать лаконичными средствами наиболее выразительный образ, довести его до знака, почти иероглифа. Познакомился с Игуменей Стоиле, вернее она со мной познакомилась. Сразу же нашлось масса дел. И с тех пор я украшаю и Гаденова, и Переславлю много чего сделали. В том числе памятник Достоевскому мы поставили перед монастырем, который прозвучал достаточно. Вот, как-то так. Скульптурный образ Серафима Соробского ознаменовал 20-летие пребывания обители в Гаденово. Знаково и то, что в лике преподобных старец прославлен по инициативе императора Николая II. Юбилей обитель встретит с памятником императору Константину и его матери Елене. Именно эти византийские монархи нашли и гроб Господен, и распятие. Мы застали редкий момент, когда скульптуры только готовятся к постановке на пьедестал. Мы можем видеть, как конструкция выглядит внутри. Фрагменты бронзы стянуты металлическим каркасом. Поблизости от исторического Златоустинского храма строится Величественный собор Софии Премудрости Божией. Это будет точная копия той, что находится в Стамбуле, но уже в другом облике. В день юбилея сюда придет крестный ход. Внутреннее пространство, но верхнего храма, не того, в котором мы сейчас находимся, который будет в завершенном виде. А сейчас мы, конечно, видим компьютерное изображение, вот этот храм с высота, а причиной всего вот этот самый крест. Это будет храм Софии Премудрости Божией, Логоса Божьего. И это своеобразный ковчег, то есть такой святой сосуд, священный сосуд, в котором будет пребывать это священное сокровище Господь наш Иисус Христос, распятый на кресте, который явился нам таким чудесным образом в 1423 году. Поскольку это не первая София, разумеется, надо сказать, что вообще зарождение церкви христианской началось как раз с храма Софии, которая в Константинополе, Константинопольская, которая ныне нам практически недоступна. И даже тем, кому она доступна физически, она духовно недоступна, поскольку это уже на сегодняшний день мечеть. Конечно, храм остается как бы храмом, но он как бы в узах, в плену Софийский, Константинопольский. И нам нужна своя София, чтобы Господь здесь мог пребывать. В оригинале нет крипты Нижнего подземного храма. В Годеново он есть и посвящен царственным страстотерпцам, страдальцам на русском кресте. Композиция связана непосредственно с изображением в Константинопольской Софии, со знаменитым триптихом, который сохранился до наших времен, вот в этом самом храме, нынче уже превращенным в мечеть. Но мы успели его лицезреть, этот триптих. И вот по нашей просьбе художники из строительства Сергеева Лавры, из законописной школы, возглавляет бригаду Анатолий Валерьевич Алешин, очень известный художник, теперь уже музычист. Последняя работа, которую Анатолий Валерьевич осуществил, это замечательные мозаики в Дивееве, как мы знаем, в последнем Благовещенском соборе Дивеевской обители. Обретение креста несло много знамений. Он явился с неба ровно за 30 лет, день в день до падения Константинополя. Из письменных источников известно, что от греческой стороны Гаденовский крест – явный символ преемственности. Такие знаковые события параллели говорят об историческом предназначении русского народа быть хранителем православия. Установкой скульптуры Константина и Елены Гаденова обитель показывает, откуда пошли, обозначить великий путь. Свидетельства о современных чудесах размещены на баннерах. Монастырь посылает точные копии креста всем, кто просит, в разные епархии и регионы. Есть они в Севастополе, Вологде, Луганске, Екатеринбурге, Кисловодске. Всего их сделано более 30. Уменьшенная копия Гаденовского креста в 2015-2016 годах даже находилась на Международной космической станции. А места здесь заповедные, былинные, можно сказать, места с большими и малыми озерами. Наше знакомство со святыней закончилось. Встретимся в новых сериях документального проекта храма Ярославля. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok